Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня литературный критик, публицист, телеведущий и писатель Александр Архангельский. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните нам. Также звоните из-за рубежа код плюс 371 и номер ватсап 230 6191. Свои вопросы вы можете также нам писать. Да, мы сегодня хотим поговорить с вами в том числе и об актуальных событиях, резонансных событиях и громких. Но вот начать хотел бы вот с чего. Вы являетесь автором школьных учебников и один из ваших учебников не так давно, если я не ошибаюсь, обвинили в отсутствии межрелигиозного диалога и исключили из федерального перечня школьного. Какое-то продолжение имела эта история? Ну, мы ожидаем еще одной дополнительной экспертизы. То, что эта экспертиза маразматическая. Сейчас неважно. Допустим, я написал плохой учебник. Но то, что написано в отзыве, на основе которого нас выкинули, не соответствует действительности. Точка. Ждем. То есть, ваш учебник не соответствовал идеологически каким-то нормам? Можно ли так сказать? Не соответствовал халтуре, которую выполняли эксперты. Им нужно было что-то написать. Они вряд ли его прочитали. Они просто быстро схватили разблюдовку, посмотрели, за что можно выкинуть учебник и выкинули его по первой попавшейся причине. Случайным образом получилось так, что именно в этом учебнике говорится и о буддизме. Не о буддизме как таковом, потому что это учебник по литературе. А о том, как в литературе отражается тема буддизма. Там есть отрывки из Нового и Ветхого Заветов. Там есть, как ни странно, и отрывок из Корана в связи с стихами Пушкина. Так что они просто попали пальцем в небо. Но, конечно, они подгоняли подготовленный ответ задачники. А ответ этот таков. Если нет религиозной составляющей, то нет и в учебнике. Ну, насколько это частая практика вообще в России? Вот такие запреты, такие вычеркивания из федерального перечня? Ну, последний раз это было, по-моему, лет шесть назад, после чего новый министр образования Ольга Юрьевна Васильева начала битву за сокращение федерального перечня. Ну, я хотел бы просто для слушателей пояснить, что вообще говоря, правильно было бы отменить федеральный перечень как таковой. Есть школа, есть ученики, есть федеральный стандарт. В конце концов, пусть школа решает, соответствует ли это федеральному стандарту. Это всегда легко проверить. И школа, директор, учитель, родители вместе с учениками должны определить, готовы ли они по этому учебнику заниматься или нет. Все остальное это вопрос коррупционного и политического давления. Мы знаем, что патриотизм и коррупция – вещи между собой тесно связанные. Поэтому идеологические причины будут подбираться для вполне конкретных финансовых интересов. Не наших, к сожалению, не авторов, а издателей. Вы себя чувствуете сегодня свободно в России как писатель? Как писатель абсолютно. Как гражданин? Как гражданин тоже. Я не чувствую себя как политический субъект свободно. Это не одно и то же. Свободен ли гражданин – зависит от гражданина. Свободен ли писатель – зависит от писателя. А вот как политический субъект я, конечно, лишу возможности иметь представительство не просто во власти, но, например, в парламентской власти. Хоть какую-нибудь фракцию, которая бы обслуживала мои политические интересы. Я вижу тотальное нарушение закона в политической сфере. Я понимаю, что если человек выходит в политическую сферу, то он вне какой бы то ни было защиты. Вот с этим проблема. Это действительно так. Вам сегодня приходится идти на компромиссы с властью? Ну, в литературе нет, в гражданской жизни нет. В остальном – да. То есть конфликта честности искусства и честности личности у вас нет? Знаете, очень сильно. Я литератор. Литература в этом смысле самая мобильная и в хорошем смысле простая структура. Мне не нужно финансирование государства, чтобы написать книгу. Мне не нужно поддержку местных властей для того, чтобы эту книжку продвинуть. Мне нужен компьютер, на который я в состоянии заработать, и свободное время, которое я, уж как хочу, это мое дело, не делают читателей, высвобождаю из своего графика. В этом смысле я абсолютно свободен. Я бы по-другому сказал. Да, конечно, есть законодательство, которое мешает развитию свободного книжного рынка. Особенно это касается детской и подростковой литературы. Там маркирование, там жесткое преследование за любой разговор о некоторых сферах жизни, от самоубийства до наркотиков. Сейчас не про пропаганду речь, а просто об элементарном рассказе о том, что входит в жизнь подростка, и как-то с этим нужно иметь дело. Вот это довольно жестко прессуется. Я свободен, поскольку я не пишу книги для подростков. Последняя моя книжка вышла с грифом 18+, и меня это мало волнует. Но вообще, конечно, давление есть. Поймите, я говорю о своей судьбе и своем выборе. Я свободен и ни на что не жалуюсь. Но в целом ситуация нехорошая. Юрий Норштейн, с которым мне довелось делать интервью, рассуждая о свободе, сказал, что на его взгляд свобода – это знание. Когда ты больше знаешь, тогда ты свободен. У Орла, опять же, если мы вспомним еще одного выдающегося человека, есть знаменитая фраза «свобода – это рабство». Для вас свобода – это что? Свобода – это право жить в соответствии со своими представлениями, не нарушая закон и имея возможность оспаривать законы, если они, легально оспаривать законы, если они не соответствуют твоим представлениям о жизни. Мне кажется, это и есть свобода. На ваш взгляд, может ли человек остаться цельной творческой личностью, если его ломают как человека непосредственно? Ну, слушайте, мы из истории литературы знаем множество примеров, когда личность ломали, а личность сопротивлялась и выстраивала свою литературную стратегию так, как считала нужным, так что зависит о многом от личности. Я бы по-другому поставил вопрос. Хорошо или плохо? Невозможно или невозможно? На это ответ простой. Возможно. Вопрос, какой ценой? Нужно ли платить эту цену? Хорош ли и работоспособен ли привычный нам миф, что художнику нужны обязательно политические страдания, чтобы стать художником? Вот на это ответ второй, мой ответ, не обязательно. Ни цензура не помогает, а только вредит. Да, конечно, мы знаем, что и в условиях цензуры художник может себя осуществить, может проявиться, но лучше для художника, чтобы цензура ему не мешала, чтобы политические препятствия не вставали у него на пути, а он реализовывал себя в диалоге с своим читателем, в диалоге с Богом, с самим собой, со своей совестью. И это лучший регулятор, гораздо лучше, чем политический преследователь. Ну, мне как раз сейчас на ум пришел Шостакович. Он, как известно, в муках писал некоторые свои произведения, идя, опять же, на определенный компромисс, о котором мы говорили сами с властью. Но в то же время нельзя сказать, что он был сломлен как личность полностью. Конечно. Были? Нет, Надя, давайте по-другому поставим вопрос. Опять же, по-другому. Можно ли сломать человека, в том числе литератора? Да, можно. Иногда это полностью зависит от самого человека, от его характера, от его цельности, от его уперности, извините за такое слово. А иногда сила оказывается сильнее его, она превышает меру его внутреннего сопротивления. И в таком случае мы не можем предъявлять ему претензии. Мы можем лишь, с одной стороны, со вздохом развести руками, а с другой стороны, объединяться для того, чтобы таких людей защищать совместными усилиями. Должна быть солидарность профессиональной среды, должна быть самозащита, в данном случае литературная общественность, ну или театральная, как это произошло в деле с Кириллом Серебренниковым, или врачебная, как это происходило в деле Миссюриной. Мне кажется, что вообще сегодняшний день – это время, когда политическая борьба удел, к сожалению, отдельных ярких политических животных. Это такое выражение, если ничего плохого в этом выражении нет. Но общественное движение вполне возможно, оно основано на коллективной солидарности профессионалов. Не на политических врядах пока, но хотя бы на профессиональной солидарности, когда мы защищаем своих коллег. По давлению, поскольку в Советском Союзе мы можем привести несколько примеров от Платонова до Шаламова, которые написали свои книги, и очевидно, что это было сделано вопреки советской власти, или, по крайней мере, в контексте существования советской власти. Вот давление государства, оно способно породить что-то, что-то гениальное? Вот этот вот пресс, который давит на художника. Гениальное способно проявиться, несмотря на давление государства. А давление государства ничего, кроме травмы и деформации, произвести не может. Но травма может стать причиной появления произведений, вот этот горький тяжелый опыт? Причиной может стать все, что угодно. В том числе и травма. Но это не значит, что если бы не было травмы, то великий писатель не состоялся бы. Состоялся бы. И состоялся бы, может быть, как более радостный, как более открытый, как более веселый и жизнеутверждающий человек. Такое тоже возможно. Возьмите сюжет традиционной русской камении. Об этом есть замечательный курс на магистерии у Михаила Свердлова. В отличие от западной комедии, русская комедия пессимистическая. Вот начиная с «Горе от ума», через «Ревизора», «Островского» и далее до «Чайки» и «Вишневого сада», которые просто даже не считываются как комедии. Это комедия поражения. Это комедия, где смех может освободить личность, но не может победить ситуацию. И, в общем, это, конечно, своеобразие русской литературы. Но мы просто, может быть, еще не пробовали жить по-другому и писать по-другому. Может, она даже и вовсе получится неплохо. Давайте попробуем. То есть вы согласны с Михаилом Велером, который, кстати, в интервью нашей радиостанции заявил о том, что русская классика слишком депрессивна? Она не депрессивна, но она страдательна. Она в страдательном залоге. И она умеет преобразовывать это страдание в глубочайший, высочайший духовный прорыв. Спасибо ей за это. Но та жизнь, та реальность, которой вынуждены были творить русские классики, не идеальна. Мне кажется, что вполне можно попытаться сделать нечто иное. Тем более, что лучше, чем они, о глубинном страдании уже не напишешь. Сегодня, на ваш взгляд, рождаются писатели, которые войдут в историю и будут сопоставимы лет через сто с Достоевским, Толстым и другими флагманами русской литературы. Можно ли это предсказать? Нет, предсказать, слава богу, нельзя. Кроме того, мы прекрасно знаем, что Чехов при жизни многими своими элитарными современниками не считывался как великий углубленный пронзительный писатель. В лучшем случае принимали его театральные вещи. А насчет рассказов считали, что это олицетворенная пошлость, скука, воспроизводящая скуку. И мы знаем, не хочу сейчас называть имена, но великих писателей XX века, которые так считали до самого конца, спорили с Пастернаком, для которого Чехов был величайшей фигурой. Так что признание было необязательным, негарантированным. И здесь и сейчас есть писатели, которые делятся не на великих и невеликих, а на живых и мертвых. Живые писатели есть. Этого вполне достаточно для развития литературы. А кто из них попадет в сияющие разряды классики? И будет ли сама идея классики актуальной? Кто знает. Давайте оставим это нашим потомкам, не все же за них решать. Ну вот вы упомянули живые и мертвые. Есть такое мнение, что смерть очень часто является тем фактором, который, в общем-то, возводит писателей или поэтов на какой-то другой уровень. Можно вспомнить Бродского, который был оценен именно как великий поэт именно после смерти. Хотя и Нобелевскую при жизни получил и так далее и тому подобное. Вот эта сакральность смерти присутствует в российском обществе, в российской литературной культуре? Ну, во-первых, смерть – это самое важное событие жизни. Единственное, что мы точно про себя знаем, это то, что мы умрем. И этот момент не минует никого, и поэтому и литература, и культура в целом, и философия, и религия. Вокруг этого вопроса крутится. Вообще религия – это не про мораль, а про смерть и победу над ней. Если бы не было необходимости побеждать смерть, не было бы религии. Поэтому, конечно, это важнейший эпизод в жизни и в жизни писателя. Но, возвращаясь к Бродскому, конечно, Бродский был признан при жизни. Разрешение на его публичное признание было дано. Так совпало, он умер на излете советской, на самом-самом излете советской власти. Но это вопрос разрешения и красного флажка, а не вопрос статуса и понимания признания. Да, мы знаем, что трагическая смерть часто выстраивал вокруг писателя некий литературный миф, будь то ранняя смерть Лермонтова или ранняя смерть Маяковского. Но давайте на секунду себе представим, что Пастернак, который бы промолчал почти 10 лет перед войной, умер бы в 1936 году. Мы, наверное, бы его чтили, восхищались бы. Наверное, вокруг него, особенно если была бы трагическая смерть, выстраивали бы какой-то миф. Но все-таки Пастернак доктора Живага не состоялся бы. Поэтому есть знаменитая формула, которую я часто повторяю, вслед за Булгаковым. В рукописи не горят. Знаете, не горят те, которые не сгорели. А те, которые сгорели, мы о них просто не знаем. Поэтому лучше допустить простую мысль. Писатель работает, пока жив. И смерть не помогает ему. Ну вот если говорить о религиозной концепции, то мы умираем для того, чтобы жить вечно. По отношению к писателям и литературе это, выходит, не относится. Ну, светская культура не про вечность, а про долговременность. Но будем считать, что для присутствия в долгом времени культуры. А слово «всегда» в реальной человеческой истории отсутствует. Вы ведь с детства писали стихи. Ну, я писал, но мне хватило... Довольно каратоманские, как вы говорили сами потом. Да, да, да. Но мне хватило ума бросить это занятие. Ну, вы бросили это занятие, как вы опять же говорили, в одном из интервью, потому что вас погубил пастернак. Ну, да. Но любого начинающего поэта должен быть некоторый такой литературный учитель. Вопрос – ты целиком растворяешься в этом учителе? Или в тебе что-то остается, что позволяет тебе сквозь него протечь и вынырнуть как бы по ту сторону волны? Ну, если не вынырнул, значит, и глубокого дыхания не было, и огорчаться нечему. Стихи, которые я читаю, дают мне примерно то же чувство, которое давали свои собственные. Да, я проживаю чужие стихи. Я оказался хорошим читателем и плохим писателем в поэтической сфере. Я хорошо читаю, так глубоко, как писал бы, если бы мог. Вам тяжело было это признать, что вы не станете великим поэтом? То есть вот это… Примирение такое с этим. Как-то оно само… Как говорил один мой начальник в газете, так склалось. Я принял это как часть своей жизни. То есть такого шокового осознания этого не случилось? То есть это был такой постепенный процесс? Это постепенно, да. Это постепенно, затухание, попадание в вату. Ну, надо просто вовремя выйти из ваты и жить дальше. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефон на прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, присоединяйтесь к нашей дискуссии и пишите в WhatsApp 230-6191. Но проза или поэзия? Вот вас что трогает больше, как читателя? Можно ли все так говорить? Трогает больше, конечно, лирика, разумеется. Но читаю я чаще прозу. Потому что я люблю долгое приключение. В прозу ныряешь. И читаю чаще романы, чем рассказы. Хотя вот в данную минуту я перечитываю всего Чехова подряд. Но романы, да, потому что ты ныряешь и долго-долго плывешь. У тебя есть иллюзия, будто бы ты присутствуешь в иной жизни. Ты проигрываешь свою судьбу вместе с героями. Я наивный читатель, я люблю себя иногда, а ты же действительно с героем. Поэтому мне кажется, что где тонко, там и рвется. Стихи гораздо тоньше. А проза грубее, но она надежна. Ну вот возвращаясь к Пастернаку, сегодня в современном обществе, как вы считаете, по-прежнему быть знаменитым некрасиво? Ну, нет. Конечно, в новом поколении никто такого уже не напишет. Но вопрос, как ты к этому относишься. Ну, мы живем в мире, где все брендируется. В том числе и писательские имена. Если ты всерьез к этому относишься, если ты не понимаешь, что это всего лишь условность, что слава яркая заплата на вес хворобища певца, то плохо тебе будет, это примерно как если ты всерьез относишься к литературным премиям. Нет, к литературным, телевизионным, каким угодно. Их, конечно, приятно получать. И приятно, и даже, скажем по секрету, выгодно. Но если ты всерьез относишься как к получению, так и к не получению премий, то ты долго не продержишься. Твоя психика просто не выдержит. Вообще, это отдельная дисциплина, как жить в культуре. Потому что это нужно определенный психотип иметь, чтобы не сломаться, чтобы с одной стороны, и не окостенеть с другой. Не превратиться в равнодушного, холодного человека. Вот все время между Сциллой и Харимдой. Никто не просил, никто не заставлял. Каждый выбирал себе свою дорожку сам. Но выбрал, значит, идеи. Признание для писателей. Если не слава, если не тиражи. Потому что мы можем привести пример. Например, Дарья Донцова, у которой огромные тиражи. Но можно по-разному относиться к ее литературному творчеству. Сегодня признание для писателя, оно в чем, в общем-то, заключается? Как считаете? Ну, во-первых, я все-таки хотел выступиться за Дарью Донцову. Потому что для огромного количества людей, она такой литературный психотерапевт. Они никого другого читать не будут. Пусть читают лучше. Ее вообще лучше читать, чем не читать. Если выбор Донцова или, не знаю, крупный писатель, то тогда лучше, как у крупного писателя. А если выбор Донцова или ничего, то лучше Донцова. Это во-первых. Во-вторых, конечно, если писатель вам говорит, что он не заинтересован в больших тиражах, что он не хочет, чтобы его книги продавались повсюду, то он либо эзотерик, либо врет. Потому что нормальный писатель хочет поговорить с огромным количеством людей. Но поговорить не вообще, выйти на площадь и что-то такое в мегафон проговорить. А затянуть в свой мир, затянуть в свою придуманную конструкцию, предложить правила игры, которые он, писатель, придумал, чтобы в эту игру с ним читатели играли, а в итоге выходили из этого романа и рассказывали стихотворения несколько иными, чем в него вошли. Но мерилом становится глубина прочтения. Не количество прочитавших, а глубина прочтения. Я не знаю, хорошо это или плохо. Вообще, иногда культура умеет сочетать абсолютную массовость с абсолютной глубиной. Например, позднее советское кино иногда. Это умело. Берегись автомобилей. Это одновременно очень глубокое высказывание о жизни, о мире, о человеке. С другой стороны, абсолютно массовое производство. Поэтому сегодня это искусство, мне кажется, потеряно, приходится, к сожалению, выбирать. Тогда мы выбираем глубину встречи, глубину диалогов, которые ты вступаешь со своими читателями. Читатель замеряет это не только по количеству проданных экземпляров, но и по встречам, которые у него проходят повсеместно. По письмам, которые он получает, по отклику, которые он имеет. По количеству украденных копий, попавших из легальных книжных магазинов в нелегальные библиотеки. По самым, по разным критериям. Но мне кажется, что эта глубина взаимодействия вещь гораздо более важная, чем количество проданных экземпляров. Я бы не был против, если бы мои книжки продавались миллионными экземпляров. Я был бы счастлив. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня писатель Александр Архангельский. Здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Телефон на прямом эфире в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Подключайтесь, звоните и пишите также в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну вот задержание журналиста Ивана Голунова сегодня широко освещается в СМИ. Для вас это что? То, что освещается, то, что произошло или та перспектива, которая с этим делом связана. Ну если говорить в целом, наверное, да, но все-таки произошедшее, как вы оцениваете? Ну я думаю, это моя гипотеза, по некоторым признакам, что заказ исходил... Ну во-первых, конечно, у меня нет ни секунды сомнения в том, что это фальсификация тотальная от начала до конца. Случайным образом я знаком с близкими друзьями Голунова, которые мне твердо сказали в их ногами голову, что он не то, что распространяет, это мы понимаем, но и употреблять никогда не употреблял, даже, кажется, в руках никогда их не держал, он не про это. Так что, вне всякого сомнения, это фальсификация. Заказчик, к счастью для Ивана и к счастью для нас, видимо, не на самом верху. Достаточно высоко, но не на самом верху. И поэтому дело поручили, не знаю, за деньги или по обмену опытом, возвращая какие-то старые долги, но дело поручили не самым блестящим политическим мыслителям. Они, на наше счастье, просто плохо посчитали ходы. Поэтому у меня есть надежда, что в этот раз удастся добиться не только освобождения Ивана Голунова, но и наказания, как минимум, стрелочников. А может быть, удастся настоять на том, чтобы наказали не только стрелочников, но и гораздо более высокопоставленных представителей системы. Для меня это событие очень важное. Во-первых, потому что мы слишком долго мирились. Мы знали случаи, когда подбрасывали наркотики не только известным людям, но и самым обычным людям, выполняя норму и план, или добивая взятки. Мы слишком долго с этим мирились, и это просто переполнило чашу терпения. Я думаю, что здесь, с одной стороны, Голунов в той же мере, в какой ни про наркотики, в такой же мере и не про политику, если понимать политику и борьбу за власть. Он не про борьбу с властью за властью, он про конкретные расследования конкретных коррупционных кейсов. И это позволяет объединиться вокруг идеи защиты Голунова не только прогрессистам, не только либералам, но и всем, в том числе, не как и мыслящим, но граждански озабоченным людям, коллегам по цеху и так далее. И позволяет власти, ну, как минимум, спустить это дело на тормозах, потому что она может перевести это из русла политического сопротивления в русло борьбы с коррупцией и, ну, в конце концов, наказать виновных, потому что подпортили праздник Владимиру Владимировичу Путину. Вместо того, чтобы обсуждать его инициативу на Петербургском экономическом форуме информационно, все обсуждали судьбу Ивана Голунова, это просто по цифрам видно, с кликом новостей и так далее. Так что я надеюсь, что это случай, который позволит, а, впервые публично не только спасти пострадавшего, но и наказать виновных в его страданиях, к разговору о русской классике, и самое существенное, не остановиться на этом, но и активизировать гражданское сопротивление беззаконию, которое, конечно, творится повсеместно. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день. Слушаем, Александр. Да, Александр. Как вы считаете, вот Нобелевские премии в современных условиях являются, они, так сказать, признанием писателя, или они являются инструментом политической борьбы? Я лично считаю, что второе, это первый вопрос. И второе, вот про этого, так сказать, Голунова, здесь много шума, вы говорите, что праздник там испортят Путина, так сказать, и не будут его слушать. Мне кажется, уже давно никто не слушает эти апрельские, так сказать, указы, все эти, так сказать, превратились уже в насмешку. Какой вопрос у вас? Давайте, чтобы гостя ответили. Вопрос такой, по второму, так сказать, вопросу. Не считаете ли вы, что вот это вот проявление слабости власти, это как преддверие, так сказать, ее кончины? Спасибо. Спасибо вам. Вот два вопроса. Про Нобелевские премии. Я не всегда понимаю вопрос или-или. В истории Нобелевских премий есть и политическая составляющая, и, собственно, культурная Нобелевская премия, наверное, не всегда подтверждает реальное величие писателя, но всегда указывает на какой-то очень важный литературный тренд в этом мире. Политические истории, конечно, за решениями просматриваются. К счастью, именно политические истории чаще всего совпадают с, собственно, литературными. Тут гораздо меньше ошибок. Будь то история с Бродским, будь то история с Пастернаком, если брать русских лауреатов Нобелевской премии, будь то история с Буниным, это всегда политический контекст и стопроцентное попадание в гений. Я думаю, что вопрос вызван присуждением последних премий Бубу Дилану и Светлане Алексеевич. Я бы сказал так, что, несомненно, Светлана Алексеевич, нравится ли ее работа в литературе, не нравится ли ее работа в литературе, нашла и создала тот жанр, который открыл новые границы для литературы. Она поднялась над журналистикой и превратила документальное высказывание в сверххудожественный текст. Повторяю, нравится ли не нравится, мы сейчас о вкусах не спорим. Но это, несомненно, литературное ее достояние. Так же, как Боб Дилан, это не Боб Дилан как таковой, а это олицетворение авторского поэтического слова, связанного с музыкой и ставшего синтезом искусств. Это всеобщий тренд во всем мире и, несомненно, в данном случае это можно принимать или не принимать применительно к конкретному автору. Но то, что это, несомненно, угадан тренд, у меня всякого сомнения. Так что Нобелевская премия свою функцию продолжает выполнять. Это функция А. политического контекста, Б. литературного мерила. Не вижу противоречий. Вопрос про Голунова. Да, вопрос про Голунова, Путина и конец власти. Знаете, есть такая замечательная книга американского выходца из Советского Союза, американского антрополога и социолога Алексея Юрчика о последнем советском поколении. Книга называется «Это было навсегда, пока не кончилось». Если бы можно было твердо говорить о конце той или иной политической эпохи, мы бы были пророки, а не аналитики. Я пророчествами заниматься не умею. Я вижу, что возникли довольно серьезные проблемы у нынешнего политического режима. Как он будет из них выходить? Закручивая или гайки, или откручивая их, или делая вид, что ничего не происходит. Я не знаю. Я знаю одно, что слово «вечность» к политике неприменимо, а слово «всегда», как я уже сказал в истории, не действует. Когда-нибудь это переменится, но в какой момент? Мы должны жить так, как будто все кончилось, а может быть, еще не начиналось. Потому что наша жизнь не измеряется политическими эпохами. Ни Ельцинской, к которой я отношусь больше симпатии, наверное, чем задававший вопрос. Ни к путинской, ни к Горбачевской. Нет. Наша жизнь – это не Брежнев, затянувшийся на 17 лет. А наши дети, наши книги, наши друзья, наши взгляды, наша свобода, внутренняя и борьба за внешнюю. Независимо от того, какая эпоха стоит на дворе. А сидеть и ждать, когда закончится, и это правление начнется. Следующее, мне кажется, это непродуктивно. Но нет ли ощущения, если вспомнить еще одну великую книгу, это «Загнанных лошадей пристреливают», не так ли, про вот этот безумный марафон, который трагически закончился, что, в общем-то, сейчас есть ощущение, что общество находится в этом безумном марафоне, у которого такой предсказуемый финал, или это слишком такое мрачное представление о том, что происходит в мире сейчас? Я не знаю. Я знаю, что, конечно, недовольство тем, что происходит у людей, нарастает, что холодильник впервые за последние годы оказался важнее телевизора. Мы видим, что вынуждены менять методики опросов о популярности первого лица. И это, конечно, ловкий ход, но он же проблему не отменит. Он поменяет цифры. В информационных сообщениях, но саму проблему популярности, подмененную проблемой доверия, не отменяет. Но из этого тоже не вытекают прямые следствия. Мы видим, что повсеместно то в Архангельске из-за экологических проблем, то в Екатеринбурге из-за конфликта вокруг храма, то в Москве, прежде всего, вокруг Ивана Голунова, хотя не только в Москве, сам он связан с Екатеринбургом, он работал в Новосибирске, так что он свой для многих. Но консолидации активности я пока не вижу, из чего ничего, опять же, ничего не следует. Кто... Вот в 86-м году я был молодым сотрудником журнала, был такой, и до сих пор есть журнал «Дружба народов». И поскольку я был молодой сотрудником, я все время летал в командировке по бывшей империи. И когда случился впервые выплеск национального чувства в Казахстане, в Алмате, я полетел сразу же туда и начал без конца летать. И в конце года пришел к своему тогдашнему главному редактору, это 87-й уже был, и спросил, а почему мы не пишем про то, что Советский Союз собирается развалиться? Он на меня замахал руками, вот так, знаете, как птичница на кур, разбежав, мол, ты что, ты чего? Я не был политическим прогнозом, я просто разговаривал с людьми, вот они все тогда говорили, что пора расходиться. Если все говорят, что пора расходиться, значит, рано или поздно все разойдутся. Пока таких разговоров нет, но мы точно знаем, что от прихода Горбачева до спуска советского флага над Кремлем прошло пять с половиной, полных шестилет не прошло. Кто мог предсказать, что ядерная держава, грозившая всему миру, управлявшая всем, имевшая два телевизионных канала, наполненных пропагандой и ничего больше, глушившая зарубежные радиостанции, исчезнет в кратчайший исторический срок. Никто не мог сказать. Никто не мог предсказать. Поэтому здесь мы всегда живем накануне. Даже если ничего не случится, мы всегда живем накануне. Переменно надо жить так, как будто завтра мир будет иной. Вы ведь перед Путиным выступали против превращения уголовных дел в устрашение. Вас удовлетворил его ответ. Давайте, что считать ответом президента. Ответом президента, я считаю, не слова, которые произносятся, которые, как правило, ничего не значат, потому что это в них надо вслушиваться, чтобы угадать оттенки интонации. А последствия есть или нет? Мне кажется, что в тот момент короткие последствия наступили. Дело Юрия Дмитриева, историка из Карелии, было прекращено. Мы добились то, чего требовали, чтобы экспертиза была проведена в государственном учреждении, а не в частной конторе, которую легко подкупить. И он был отпущен, но местные карельские чекисты отползли, поскольку это был заказ не федеральный, а местный, региональный. Посидели в тенечке, успокоились и опять перешли в наступление, опять сидит в СИЗО Юрий Дмитриев. Поэтому на короткий исторический отрезок я был доволен, а сейчас уже время прошло и наступил новый период. Но после вашего выступления каких-то претензий или, может быть, предупреждений в ваш адрес не последовало? Нет. Зачем? То есть вам можно это говорить президенту? То, что вы говорили. Вы знаете, есть такая книжка, я не знаю, читали вы ее или нет, Аркадия Петровича Гайдара, называется «Чук и гек». Про историю двух мальчиков, которые едут с родителями под Новый год далеко-далеко. Так вот, родители строго спрашивают Чука и Гека, почему вы нам не сказали? Чук и Гек отвечают, потому что вы нас не спросили. Вот не надо спрашивать, может быть, и всем можно. Вот этот страх, который присутствует, или некое, может быть, такое сакральное отношение к первому лицу, и когда к нему идут уже, чтобы как практически к первому после Бога, для того, чтобы решить все проблемы. От проблем во дворе какого-нибудь регионального города до, собственно, каких-то глобальных вещей. Вот на ваш взгляд, почему это присутствует? Почему президент Путин воспринимается не как президент Финляндии, не как президент Латвии, не как президент любой другой европейской страны, к которой можно подойти и спросить, и это не так сложно. Путин это другой. Ну, во-первых, не работает система тех самых вертикальных связей, о которых так много говорила власть. Если человек не в состоянии решить свои проблемы по закону, через суд, через местных чиновников, то есть, через выборную систему, позволяющую менять местные власти по своему усмотрению, в зависимости от того, довольны вы ими или нет, если ничего не работает, то что у вас остается? Верующему молиться, а не верующему или верующему во власть, идти к этой самой власти верховной и через единственный работающий инструмент решать свои почти бытовые проблемы. Газ не провели, из школы уволили, влечить детей не позволяют, Господи, помоги. Но это означает, что коммуникация исчезла, это означает, что никакой вертикали власти нет. Есть конструкция свинченная, знаете, как бывает, когда человеку все переломано, его свинчивают и выходят таких металлических неудобных конструкций. Металлические конструкции, свинчивающие политическую страну, есть, а возможности принимать решения нет. Все решения в одном, в одного человека. Но так система не работает, так развиваться нельзя. Это и вредно этому самому первому лицу, потому что он, перестает контролировать те ключевые узловые точки, которые он обязан контролировать. Он занимается мелочевкой. Дорогие друзья, вы такую систему создали. Владимир Соловьев сегодня выступает на радио Вести ФМ, цитирую по памяти, сказал, что вот либералы, они только способны ругать власть, а если нам скажут, там ему, Скобеева и так далее и тому подобное, ну, людям, работающим на федеральных каналах, мы пойдем и будем лопатами убирать радиоактивные вещества с крыши Чернобыля. Ну, вот эта цитата уже разошлась по интернету. На ваш взгляд, насколько люди, которые сейчас занимаются, ну, скажу так, дипломатично, поддерживают власть в эфире федеральных телеканалов, искренне в это верят? Искренне это поддерживают? Ну, я в бессмертную душу телеведущую заглядывать не берусь. Я смотрю по функции, по исполнению функций. Что касается метафоры Чернобыля и сбора радиоактивного вещества, я бы принципиально иначе поставил вопрос. Давайте мы не будем строить реакторы, которые взрываются. Давайте мы не будем проводить эксперименты на реакторах в тот момент, когда этот эксперимент нужно прекращать, будем его прекращать. Давайте мы будем заниматься своей судьбой политической, экономической, культурной, вместо того, чтобы создавать ситуацию, когда нужно выходить с лопатой и жертвуя своей жизнью подчищать ядерные отходы, оставленные теми, кто не выполнил свои политические функции. У нас есть звонок, сейчас радиослушатель на линии. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Два вопроса, если можно, вашему гостю. Первый вопрос. Какая Россия ему больше нравится в 90-х годах, которая была, скажем, в 91-95-е, или сегодняшняя? И второй вопрос по поводу корреспондента Голунова. Да, я тоже слушаю это все. А почему вы не можете, скажем, принять такое мнение, что это просто коррумпированный чиновник, который решает свои проблемы, и тем самым подставляет власть? Может быть, это просто чиновника нужно поймать, за руку посадить? Или во всем виноват Трамп или Путин? Мне непонятно, скажем, эта ситуация. Или вы привязываете везде, где можно, человека, неважно, какой президент, то есть, глава республики, который отвечает за, скажем, руководителем муниципалитета. Да, мы поняли ваш вопрос. Спасибо вам. Во-первых, я начинаю со второго. Во-первых, я, наоборот, отвязываю сюжет Голунова от политики. Голунов не про политику, и в данном случае это не политический заказ, а именно заказ коррумпированных чиновников, скорее всего, сделка с крышующими эти проекты силовиками, довольно высокого, но все-таки среднего уровня. я начал с того, что именно поэтому я верю в то, что тут можно спасти человека, вытащить его из камеры, потому что это не верховный заказ, а это именно чиновный, не путинский. Что касается Путина, то в данном случае тут речь о другом. Для того, чтобы система расцепила железную хватку, система, я имею в виду полицейская система, а если уж она затащила человека, то выпускать она его не хочет. Для того, чтобы она расцепила железную хватку, к сожалению, в той системе, которая создана у нас, иногда нужны верховные не команды, а полунамеки. Чтобы система сдавала своих, она должна понять, что накажут главных в этой системе, и тогда система будет отступать. Вот о чем я говорил, а сам по себе Голунов это именно не политический мыслитель, это именно журналист, работающий над конкретными сюжетами и занимающийся конкретной темой коррупции. А первый вопрос был о чем? Россия 90-х и Россия сегодня. Какая вам больше нравится? Политическая Россия, разумеется, Россия 90-х, экономическая Россия сегодня, культурная Россия всегда. Еще звонок. Да, успеем принять, слушаем вас. Добрый день, Олег. Такой коротенький вопрос. Вам не кажется, что ремонт крана должен заниматься сам хозяин квартиры ремонтом, а то получается так, все недовольны властью, а кран починить сами не можете. Вас же никто не гонит на выборы. Вы же сами идете, или вы там голосуете под долом автомата за Путина и так далее. Вообще смешно на это все смотреть. Сколько лет, все одно и то же. Спасибо вам. Да. Ну, смешно, посмейтесь. И поскольку я внутри ситуации, я не буду вам рассказывать, за кого я голосую, но своей личной ответственности за то, что так устроена выборная система, я не чувствую, что от меня зависит. Я делаю за коллег, ну, как минимум за коллег, солидарно борюсь, возглавляю организацию ПЭН Москва, трачу довольно большое время на эту часть важной жизни. А то, что люди голосуют, ну, где-то голосуют, а где-то фальсификации надо смотреть. Но, несомненно, так долго продолжаться, вечно продолжаться не может, рано или поздно, через выборные механизмы, которые будут восстановлены в своих правах. Ситуация будет меняться. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Писатель Александр Архангельский был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо вам. До свидания.